добрый день дорогие друзья с вами капля и мы продолжаем говорить об очищении совести следующий из важных таких знаете камней и способов это сделать я бы это назвал исповедь или открытость я хотел бы напомнить старую народную пословицу или присказку как как вам угодно шила в мешке не утаишь правда рано или поздно в обязательном случае всплывет и от нас с вами зависит как быстро это произойдет и насколько это будет болезненно и насколько негативно скажется на нас и наших отношений но вопрос даже не в том что когда-то ваши поступки и последствия ваших негативных поступок обнаружится важно другое особенно когда мы говорим в контексте взаимоотношений с детьми воспитания и формирования авторитета отца вся соль состоит в том что открытая жизнь она является безопасным это во-первых во вторых она показывает нашим детям наше к ним отношение доверие наше к ним отношение как попытка показать на своем примере насколько пагубно бывает таинственность в жизни поэтому если вы хотите чтобы ваш авторитет в глазах ваших детей ну и не только детей он был достаточно высоким в обязательном порядке практикуйте то что мы называем исповедь для верующих я скажу так что для да и для православных и католиков исповедь тоже не бывает знаете такой прям уж регулярной составляющей жизни я знаю многих православных которые никогда в жизни не исповедовались или я знаю огромную массу тех кто исповедуется очень редко перед пасхой я знаю очень много кстати православных ребят которые исповедовались только перед венчанием один раз жизни католики чаще приходят на исповедь но не всегда бывают искренне пытаясь подобрать правильные слова чтобы во-первых не получить жесткую эпитемию либо не выглядеть недуховным человеком у протестантов исповедь вообще не является популярной нам кажется что мы можем просто поговорить с богом и оставить это но если мы будем честными друзья часто ли вы открываете перед богом ваши греховные проступки ваши какие-то на сомнение грязь и так далее нет мы где-то знаете мы сидим и думаем бог же все равно все знает и поэтому когда мы приходим к богу говорим бог ну ты же знаешь ты все знаешь прости все я конечно же утрирую я думаю вы меня понимаете но открытость исповедь она очень важна я кстати не понимаю такого фразы как тайной исповеди потому что исповедь буквально означает открыто всенародно провозглашать и объявлять и поэтому в совокупности со словом тайное очень как-то звучит неправильно представьте себе да тайно открыто объявлять но разговор с кем-то когда вы открываете свое сердце когда вы рассказываете о том что вы вот где-то здесь накосячили здесь вы были неправы здесь совершили проступы которого вы стыдитесь может быть это друг может быть это священник может быть это жена может быть это даже кто-то из старших детей но ваши дети четко должны видеть и понимать что их отец живет открытой жизнью и как минимум у него нет таких сверх тайн от них которые бы ему стоило прятать или стесняться и тогда они могут открыто говорить всем окружающим мой папа честный человек поэтому если вы хотите чтобы ваш авторитет в глазах детей окружающих был высоким будьте открытыми найдите в себе силы делиться своими проступками и тогда ни у кого не будет никакой возможности за что-то вас зацепить